Этот мир, в котором мы живем, он интересную особенность имеет. Он как большой мыльный пузырь, который потом лопается и видно, что там пустота. В этом во всем пустота. Часто девушки внешне выглядят очень красиво. Мужчины думают, ой, ну вот сейчас я вот эту же девушку добьюсь, и все. Моя жизнь обеспечена сладким вкусом навсегда. А потом, когда он рядом с ней начинает жить, столько проблем. Он говорит, ну сначала ведь так не было. Казалось же, все очень сладко. Смотри глубже. Смотри глубже означает развивай разум. Девушки, я не против красоты. Не против красоты, мои хорошие. Красота ведь бывает разной, разной. Бывает вот такая красота. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Такая бывает красота. И бывает очень возвышенная красота. И все это красота. И все это отражается на женском лице. Но человек, который, допустим, у него вот эти низменные желания преобладают, ему такая красота нравится, он такую жизнь себе получает, соответственно. А у него возвышенные дела, желания. У него другая красота нравится, получает другую жизнь. Видите, как интересно. За что боролся, на то и напоролся, оказывается. Поэтому цель человеческой жизни – развивать в себе правильные вкусы, взгляды. А это непросто. Это деятельность разума. Итак, учеба. Душа, разум, ум. Ум – пять чувств. Карма. Вот здесь находится кругленькая штучка такая. Называется карма. Не видно ее и не слышно. А она действует везде в моей жизни. Везде. Вот вы все сидите сейчас, смотрите на меня. И ваш взгляд на меня, и ваше отношение ко мне означает моя карма. Каждого человека означает карма. Все не случайно. Происходит все закономерно в жизни человека. И смотрите, почему я об этом говорю. Потому что надо знать эти вещи. Знать. Вот, допустим, вы сейчас, допустим, учитесь в институте. А вы не можете ничего усвоить. Вы хороший человек. Вы уже разум себе установили. Все, вы встаете рано. У вас есть как бы правильное понимание вещей. Вы желаете всем счастья. Хорошо относитесь ко всему. И вам хочется учиться, но вы не можете. Вы читаете книгу и видите там, что в ней. Что-то другое. Ну, не усваивается, понимаете. Не усваивается. Что это означает? Плохой астрологический период в жизни, в который невозможно выучиться. Многие люди не понимают, что такие вещи бывают. Они думают, просто мне что-то не хватает в учебе, наверное. И они в такой плохой астрологический период, что они делают с собой? Они убивают себе всякую возможность учиться. Вместо того, чтобы взять, просто сделать переливчик, взять академ, переждать. Этот человек убивает всю свою психику. Рассказываю ситуацию. Одна девушка училась в школе очень хорошо. И у ней начался плохой период астрологический. И она уже не могла учиться нормально. Все, у ней не было возможности внутренней. Учителя говорят, у нее, наверное, плохое общение. Она начала общаться не с теми людьми. И все, и в результате она не может учиться. Заставьте ее учиться, они говорят родители. Родители заставляют учиться и видят что-то не то с девочкой. Что-то не то. И они такие сначала мучили, мучили ее, мучили, мучили. Ну, потому что, если не то, надо заставить, надо заставить, надо заставить. Это означает внешнее сознание. И они видят, что она уже начала такая уже все чахнуть. Уже психика не работает совсем. И они не успугались. Испуг означает любовь, проявление любви. Они посадили ее рядом, говорят, ты хочешь учиться хорошо? Она говорит, хочу. Почему не учишься? Не могу. А раньше могла? Раньше могла. А сейчас не можешь? Не могу. Но так же не бывает? Она посмотрела, говорит, бывает. И они взяли к психиатру, повели. И психиатр сказал, еще месяц вот такого поведения, отношения к ней еще месяц. И она у нас в этом домике, неизвестного архитектора, поверит, поселится навсегда. Навсегда. И родители были в шоке. У них волосы дымом стали. Потому что ни преподаватели, ни они не понимали, что происходит с ребенком. Почему? Потому что они относились к нему поверхностно, без знания о том, что такое наша жизнь. В жизни существуют также периоды. Одни периоды означают, могу учиться, другие означают, не могу. И с этим сделать ничего невозможно. Хоть убейся, только убить себя можно, и все. Это тоже надо знать. Надо знать, что в этом случае надо просто взять и отстраниться. И Бог поможет потом. И что произошло? Девочка перестала учиться. Родители, несмотря на очень сильное влияние преподавателей, просто начали душить родителей. Требовать, чтобы она училась. Они дали ей возможность не учиться. И она находилась дома полгода. А это был последний год уже учебы. И ей потом все равно дали диплом. Преподаватели потом посовещались и дали ей диплом. Она закончила образование в результате. Идея в чем заключается? Идея заключается в том, что успех означает во всем разобраться. Надо во всем разобраться. Смотрите, как мы убиваем свою жизнь. Надо развиваться в чем-то одном. А я хочу, чтобы у меня был хороший аттестат. Не хочу развиться как личность. Это разные вещи. Смотрите. Аттестат с оценками. Это внешнее сознание. А возможность быть успешным в учебе. Это внутреннее сознание. Это разные вещи. Видите, я вам шокирующие вещи сейчас говорю уже. Многие из вас могут не принять эту информацию, что аттестат находится на втором месте, а на первом месте развитие личности. Вот у меня были тройки по многим предметам в медицинском институте. И даже двойки. Например, у меня в сердце всегда было такое знание, что я чувствовал в своем сердце, что я буду таблетки понимать без знаний химического строения. Потому что я уже чуть-чуть это понимал их уже так. И я не хотел их учить. Я пытался их запомнить и не мог. И мне по фармакологии поставили два на экзамене, первую двойку. Я старался, я учил эту фармакологию, но не мог. Просто сердце не принимало. У меня так устроена психика, сердце не принимает, все. Я не могу ничего сделать. У меня четко было там ощущение, куда идти, что делать, как жить. Очень четко я понимал это все. У меня не было сомнений. Первая два. Вторая два. А третья означает выгнать из института, то есть отчисление из института. Две двойки уже. Третий раз прихожу. И я сказал себе, если третья, значит это не мое. И пришел, написал как мог билет по фармакологии. Экзамен сдаю, преподаватель смотрит на меня. Это уже Бог через него начал действовать. Бог. Это удивительно, что Господь действует в этой жизни вовсю. Смотрит на меня. И ставит три. Зачем непонятно. Потом на четвертом курсе я понял, что я зря сижу на лекциях просто, зря трачу время. Мне надо лечить людей прямо сейчас, немедленно. Я заходил в палаты и общался с людьми, что-то делал для них, помогал им. И в результате многие преподаватели начали меня приглашать с ними работать как-то, заниматься. Я тогда точки нажимал, так вот помогал людям. Ну как мог, помогал как мог. Я вот так занимался. И не ходил на лекции в это время. И декан моего факультета, он внимательно следил за мной, изучал как бы ситуацию. И в какой-то момент он подал документы на отчисление, потому что я не ходил на лекции. Но в этот момент как раз самый, так как Бог хотел, чтобы я был врачом, я, так случилось, что сын проректора по учебной части упал с пятого этажа. И он как бы, проректор по учебной части, он травматолог, выдающийся травматолог. И он его сшил, склеил. Но некоторые кости не зарастали. И он говорит, нужна другая медицина какая-то. И он спросил профессора по микробиологии. И она ему сказала, так в твоем институте есть человек, который может так вот делать, чтобы все срослось. Она говорит, а кто это такой? Он говорит, ну-ка иди сюда, давайте его сюда. И я начал лечить этого сына, точки нажимать. И он пошел все срастаться, как на дрожжах. И в это время приносит декан об отчислении. Тот смотрит на меня фотографию, откладывает в сторону и приглашает декана к себе домой. В то время, когда я работаю с его сыном. И тот приходит к нему, смотрит на меня, говорит, да этот что делает? Сейчас вообще лекции должны. Он должен быть на лекции вообще. Я его уже очищаю в институт, он все равно на лекцию не ходит. Ну вообще наглешь. Тот смотрит на него, говорит, стоп. Во-первых, это не ваш студент, а это мой лечащий врач. Его зовут Олег Геннадьевич, чтобы вы знали. И он сейчас спасает жизнь моему сыну. И также он до этого, во время ваших лекций, спасал жизни другим людям. А нам нужны такие люди в институте, а не просто те, которые ходят на лекции. И тот взял мою личную карточку, и все. Я всех лечил. Все было нормально в моей жизни после этого. Ну то есть, видите, вот эта нацеленность на то, чтобы делать то, что нужно, она поддерживается Богом высшими силами, чтобы вы знали. Человек, который идет правильным путем, никогда не пострадает в жизни. Человек должен знать, какой дорогой идти. Скажи у жизни строгой, какой идти дорогой, Куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Песенка такая есть, детская. Это очень важно знать. За солнцем означает за своей судьбой. В данном случае, за своей судьбой. Человек не должен покупаться на деньги, на то, что надо все оценки иметь хорошие. Он не должен ни на что покупаться внешне. Он должен жить своей жизнью. Его сердце знает, если еще знает, потому что он может себе сердце сломать. Когда человек постоянно все хочет изучать, все, все, все. Он ломает себе это чувство. Он уже не знает, что ему надо. Значит, надо восстанавливать. Надо начать жить опять внутренней жизнью, чтобы понять, что тебе надо. Итак, я сейчас акцентировал еще одну тему, очень важную, что есть две направленности в учебе. Одна направленность внутренняя означает, что человек, несмотря ни на что, несмотря на то, что эта специальность вроде бы не должна приносить ему денег, он занимается своим делом в жизни. В результате он получает счастье, потому что Бог хочет, чтобы он этим занимался. Он получает развитие, этот человек, хотя кажется, что он не будет развиваться. Смотрите, интересно устроен этот дебильный мир, в котором мы живем сейчас. Дебильность заключается в том, что все учатся сейчас на несколько специальностей. Менеджер, юрист, экономист, ну и еще парочка специальностей. Все, это основная учеба идет. Это же дебилизм. Это же не значит, что все должны быть менеджерами, экономистами, юристами. На врачей не учимся, потому что плохо платят. Но я не завишу от того, сколько платят. Хорошие врачи не зависят от того, сколько платят. Почему? Потому что хорошие врачи нужны людям, и они будут их содержать. Как это работает, посмотрите. Мне не надо, допустим, беспокоиться о том, сколько мне заплатят. Потому что люди всегда будут лечиться у меня. Почему я так говорю? Потому что так всегда было. Я всегда заботился о людях, они липли ко мне, с самого института. У меня всегда была очередь, чтобы я... Мне никогда не было, чтобы у меня не было пациентов. Вообще никогда такого не было. Почему? Потому что я хочу помочь людям, они хотят лечиться. Это естественно. Но вот это желание помочь людям, это и есть успех в учебе. Желание делать то, что ты хочешь делать, это и есть успех в учебе. Другого успеха нет. Надо развить это желание, а желание находится в разуме. Первый выздоровавшийся человек у меня, знаете, как была ситуация? Я вам сейчас расскажу. Это пример того, как человек должен стремиться выучиться. Я был в армии. Я был санинструктором в армии. И солдат проснулся ночью, разбудил меня, говорит, у меня сильно болит голова. Помоги, помоги, помоги. Медсанчасть закрыта. Этот лейтенант медицинской службы спит. Я его будить не могу. Таблеток нет от головы. Ничего нет. А он просто вот у него, просто такая мольба, потому что у него крыша раскалывается. Он не может ничего сделать. Ему плохо, ему больно. И он смотрит на меня, потому что он верит, что только я могу ему помочь. Тёмная ночь. Я взял, встал рядом с ним вот так. Он и я вот так встал рядом с ним. Вот так вот. Знаете, и просто отпустил своё сердце. Отпустил своё сердце. И знаете, что произошло? У меня руки вот так вот, раз к его голове, вот так вот. И я держу его вот так вот. И думаю, всё равно она пройдёт. И знаете, что произошло? И у него глаза такие раз, начали расширяться. Смотрю, у него такое вот удивление в глазах такое пошло. А я не знаю, я ведь не знаю, что у него происходит. Я просто думаю, пройдёт головная боль. И я держал его минут пять вот так вот. И в какой-то момент, а я буду думать, буду держать час. У меня такая решимость была, вылечить его. Потому что я не мог терпеть, его страдания. В какой-то момент он раз, так обмяк такой, раз, и высвобождаться начал из рук. Я такой руки отпускаю. Он такой, не болит? Не болит? Это было чудо для меня. Я удивился больше, чем он. Но идея-то в чём заключается? В том, что человек должен развить желание любить свой труд. Желание означает успех. Но желание, оно ведь не содержится в оценках, в том, сколько тебе поставили оценок. И желание любить свой труд не содержится. Какой элитный институт ты закончил? Меня, мои хорошие, никто не спрашивал никогда в жизни. Какой это я элитный институт закончил? Никто. Почему? Потому что... Сейчас вам расскажу анекдот по этому поводу. Так как это моя национальность, поэтому я имею право такие анекдоты рассказать. На улице еврея поймали и начали его бить. И он достает паспорт, говорит, я по паспорту русский, русский. Он говорит, а мы тебя не по паспорту бьём, а по морде. Понимаете, человека не по диплому смотрит, мои хорошие, не по диплому. Врач виден по морде. То есть, если человек по природе врач, все поймут, что он врач, его возьмут, потому что чувствуется, что это врач. Художник тоже чувствуется. Любой человек, который вот выучился, он чувствуется тем, кто разумен. Просто потому, что он понимает, каким он должен быть, и какие качества у него должны быть. Понимаете? По качествам человек чувствуется, а не по диплому. Он говорит, вот смотри, я врач, врач, у меня высшее образование, у меня крутое образование, врач. Ну и что? Иди и ищи себе крутое, а нам нужны врачи. Я знаю, кто такие врачи. Я уже видел таких, как ты, много с этим. Итак, Итак, иногда человек не может выучиться, не надо отчалиться, не надо отчаиваться. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Понимаете, человек должен это понимать. Ну, сейчас не можешь поступить в институт, ничего страшного. Тебе хочется этим заниматься? Знай, Бог даст тебе такую возможность. Не беспокойся ни о чем. Разберись со своим разумом сначала. Разберись. Начни работать над собой, изучать, как правильно жить. Это очень ценно. Если ты не поступил, значит, у тебя есть время. Как раз оно и нужно для того, чтобы развиваться как личность. Нет, я трачу время, надо быстрее. Прямо сейчас мне надо освоить. Все уже выучились. Да нет, все не так. Мы ведь не знаем, чем учиться. В первую очередь, человек должен учиться работать над собой. И Бог, если не дает поступить в институт, значит, он тебя освобождает. Это время для работы над собой. Пожалуйста, работай. Развивайся как личность. Потому что потом тебе не будет некогда. Тебе придется учиться. Означает, что развитие будет страдать. Духовно имеется в виду. Ведь надо много чего изучать, сдавать экзамены. А если у тебя есть возможность сейчас учиться, духовно учись. Не надо быть скупцом. И думать, раз я не поступил, значит, буду пить водку. Нет. Надо принять судьбу такой, какая она есть. Теперь. Итак, карма означает одно. Или у меня идет удача в учебе, или неудача. Надо к этому относиться спокойно. Потому что учеба основная, она не содержится в отметках. Она содержится в увеличении желания любить тот труд, к которому ты стремишься. А это духовная вещь, понимаете? Это выше стоит от меток. Допустим, если человек любит труд, к которому он стремится, и у него, допустим, сейчас маленькие возможности это делать хорошо, что это значит? Что он не будет хорошим мастером? Нет. Это значит, что он будет еще лучше, чем все остальные мастеры. Почему? Потому что у него есть к этому любовь. Допустим, у Ломоносова вообще не было никаких вариантов поступить в университет, потому что он был простым крестьянином и жил на крайнем севере в каком-то Архангельске там зачуханном. Понимаете, что такое крестьянин в те времена? Это значит безграмотный человек, безграмотный, не мог ни писать, ни читать. Его родители были такими. А он сам, он хотел учиться всю жизнь. Он сам выучил грамоту, потом выучил много чего сам, и потом пришел в Москву сам, пешком шел в Москву, и потом начал доказывать тем людям, которые давали образование, что он должен учиться, и он доказал им, они его в качестве исключения, потому что это было абсолютно не принято, чтобы крестьянестных крестьян брали на учебу, в качестве исключения, как особо одаренного ребенка его взяли учиться в университет. И он стал выдающимся ученым во всех областях науки, какие были в это время. Он сделал великолепное открытие фундаментальное, и все эти области науки начали развиваться под его влиянием. Это было просто, это, в ученом мире это было чудо, все смотрели на него как чудо, на Ломоносова. Это удивительная личность была, но самое удивительное заключается в том, что это был глубоко верующий человек. Он прежде всего людям давал знания о нравственности, он объяснял им, как надо учиться, как надо относиться к преподавателю, как надо относиться к учебе в целом, и что такое знание, понимаете, у него целые поэмы на этой теме были, в стихах он это все писал. Вот какая личность удивительная родилась на земле. И он очень сильно стремился к своему, у него шансов не было вообще, и он победил свою судьбу. Так должен жить человеком.